И вот они встретились! Мой голос и твои слуховые каналы! Наконец-то новое видео, которое нагенерирует контента в твоём будущем времени! Да, это очередные хатлайн-фильмы, но сразу хочу сказать, что хатлайн-фильмы-то бывают разные, и те, кто смотрел предыдущие два видео, уже об этом в курсе. Ну а сейчас я прогоню вам список отечественных хатлайн-фильмов. Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов! Ну наконец-то! Годные отечественные роуд-муви, способные вызвать эмоции от просмотра. Казалось бы, такая простая история, но такая душевная. Чем дальше персонажи едут по дороге, тем больше тайн вскрывается, и этот роуд-муви даже после достижения пункта назначения не заканчивается, а просто меняет свой вектор. То есть, казалось бы, даже в названии фильма уже написано, чем всё закончится, а смотреть всё равно интересно. Даже какого-никакого экшена завезли, и смотрится вам вполне уместно, ведь главный герой – дедомовец, который мог и не в таких ситуациях побывать. Не, серьёзно, такое чувство, что в поездке в дом инвалидов этот пацан переживёт столько событий, что и на отдельную жизнь хватило бы. И это очередной плюс к тому, что фильм не скучно смотреть, а сверху этого добавляется цветастая картинка днём и атмосферная картинка ночью. Ну и, конечно же, это всё подкрепляется хорошим, а главное – душевным саундтреком. Чтобы все не говорили «Буду рядом», так и знай, я буду рядом. О-о-о-о, я буду рядом. О-о-о, я буду рядом. О-о-о, я буду рядом. О-о-о-о. Ну что могу сказать? Смотреть обязательно. Можно даже в любом настроении. Хуже этот фильм вам точно не сделает. А следующий фильм вообще про литералеми. Только если обычно это подразумевает какого-то сигма-мейла, то здесь наоборот, чуть ли не символ всех омега-мейлов. То есть омежек, в народе говорят ещё сына корзина. В общем, фильм про Кубербаггера какого-то сняли, проще говоря. Изначально вообще не хотел данный фильм рассматривать, но по тематику хатлайн-фильмов он подошёл просто отлично. Так как его и смотреть интересно, и много тут скрытых смыслов. Да ещё и концовка открытая. Главный герой только начал к чему-то стремиться и во что-то верить, но его постоянно обламывают различные обстоятельства, причём как и внешние, так и внутренние. Как будто сама судьба ведёт его за нас прямиком в пропасть. И как будто он был создан лишь для того, чтобы повидать желаемую жизнь, но никак не прожить её. Мах, да. Странно, что забыл проговорить вам название. Хотя, что тут странного? Оно такое же незаметное и такое же бесполезное, как пыль. Для тех, кто только начал постигать Сигма Мэйл кинематограф, могу сказать, что здесь прослеживаются даже отголоски бойцовского клуба. Твои желания воплощены во мне. Ты хотел именно так выглядеть. Конечно, это может показаться надуманным, но что вообще в нашей жизни имеет смысл? Если осмелились посмотреть это, то позовите с собой друга, чтобы не так грустно было, что ли. Вам может показаться, что я довольно мало сказал про этот фильм, но поверьте мне, если вы его посмотрите, и он вам чем-то понравится, то разговоры о нем в вашей голове будут куда продолжительнее. Променяешь на мертвый букет, Променял на мертвый букет, Я прошу, что так долго носил, То прощи непобедившая злость, То случайность, победившая мир. Первая встречная, люби меня вечно, Люби меня вечно, люби меня вечно. Первая встречная, люби меня вечно, Люби меня вечно, люби меня вечно. Первая встречная, люби меня вечно, Люби меня вечно, люби меня вечно. Первая встречная, люби меня вечно, Люби меня вечно, люби меня вечно. Человек из Подольска. Не, ну этот фильм надо было вам сразу показать, а то уже половина зрителей поняла, что смешинку тут им не поймать Да, это очередной хороший отечественный фильм в жанре арт-хаус, трагикомедия, попадание, стоп-аниме, где главного героя сначала унижают, а потом возвращаются суперсильным А также где ГГ сходит с ума, становится злодеем и собирает Аджи Гарем Ладно, а что же связывает его с хатлайном? Да почти все, но при условии замены саундтрека Такого не может ничего, вокруг столько интересного Дома обычные, серые, одинаковые Это ты, Коля, серый и одинаковый Вот приехал ты на станцию, там что, тоже ничего интересного? Замес фильма заключается в том, что главный герой Становится невольным заложником полицейского участка, который на самом деле является чуть ли не Диснейлендом Со своим аквапарком и танцующими аниматорами Но перед всем этим герою предстоит еще пройти допрос с пристрастием Кстати, я тоже был в отделении полиции на допросе в качестве свидетеля И могу достоверно подтвердить вам, что именно так там все и происходит Теперь за мной Два раза, голос, четыре юау Два хлопка, голос, четыре юау Голос, юау, голос, юау, ау Подожди Голос, юау, голос, юау, голос, юау Это голос юау Два хлопка, ты долбает Градус безумности пониже, пожалуйста Вам может показаться, что полиция представлена какими-то отбросами, переходящими границу дозволенного Но на самом деле все их действия находятся почти в рамках закона Да что там закона? Почти обычного человеческого общения Отпустите меня Конечно, они как блюстители закона и прав человека Хотят только хорошего для главного героя А он такой весь неблагодарный Чё-то сбежать пытается, когда его тут развлекают по полной программе Чё ты хочешь на? Чтоб тебя отпустили? И что изменится? Твоя жалкая жизнь остается прежней Так и лучше ли остаться здесь? Где о тебе всегда позаботятся? А фильм можно смотреть в любом настроении Как, впрочем-то, и всё в этой жизни И мне абсолютно до одного места Я не устану искать тебя Не устану искать тебя Не устану искать тебя 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 быть без фильма хардкор нацепил gopro набухи съездил заодно и фильм снял на самом деле про такое кино даже особо говорить нечего ну потому что вы его либо смотрели либо нет ничего вашей жизни от него не поменяется но это не лишает удовольствие именно в момент просмотра кстати у меня такая же ситуация с фильмами варкрафт и дэдпул я их не смотрел до сих пор фильм полон интересной операторской работы и сумасшедшими трюками от русских каскадеров мне вот только покоя не дает то что озвучка здесь явно закадровая но она и видно актеры же не наши а какой был бы перформанс если бы каждую боевую сцену дохли знакомые лица но благо хоть не на экране но за ним уж точно наши москва сбавь обороты парень дадим отпор этим негодяям а 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 추а а до б а а а еще и женщина. А как мы знаем, появление женского персонажа в сюжете – это не к добру. Действительно, становится интересно посмотреть, а чем же это все закончится. Кстати, еще одной причиной для просмотра является тот факт, что здесь актер, который похож на Хитмана с Алиэкспресса и который работал Хитманом в фильме «Брат», в этом фильме с волосами, что довольно необычно для этого актера. Забыл, как там его вроде с сухофруктов. Ну, короче, это тот, кому лучше перед съемками не наливать. Конечно, кино – это довольно древний, и, возможно, весь пазл загадочности рассыпется перед современным зрителем за пять минут, но не факт. Соловей «Разбойник». Ну, это классическая русская комедия, сами знаете, в каком смысле этого слова. Однако, она может даже удивить своим юмором. «Ну что, фрейрок, что-нибудь еще спрашивать станешь? У тебя какой размер?» «Я за». «Тебя одного не ждут!» Но больше всего мне понравился финал, где против команды нашего Соловья вышла целая армия с огнестрелом, но благодаря бандитской смекалочке он их раздружил очень оригинальным способом, настолько клевым, что я даже рассказывать вам не буду, как он именно это сделал. Да и актерский состав тут довольно необычный, по крайней мере для настоящего времени. «Внимание, жители пяти невротов! Учтите, вас давно обманывают! Честные работники не собираются более терпеть неслыханную алчность мистера Крабса!» Но, как всегда, весь сюжет фильма можно рассказать за две минуты, а наши сняли аж на полтора часа, какую-то затянутую, но тем не менее, забавную историю. Поэтому, если вашего времени вам не жалко, то можете глянуть. Звучит музыка Ну, очередной арт-хаус, который способны переварить лишь люди с трехзначным IQ. Но зато здесь есть отсылка на кошачий суп, который я посмотрел, будучи в таком же возрасте, как и ты сейчас. Кому-то он может показаться несуразным, но это опять же условия жанра, которые подходят не всем. Но зато здесь есть мощный финал в перемешку с очень жизненными сценами, между прочим, в которых отлично работает эффект грустного клоуна. «Как ты это получился? Из чего? Вы все этот... этот... трусы забывает, в бассейн идёт! Этот пи*** пуляет в соседа по парте! Вам... вам чё надо-то в жизни? Вы... вы вообще как её прожить хотите? Этот ещё на...» Если кому-то ещё интересен сюжет, то опишу его так. Главный герой работает инсценировщиком, а именно он изображает жертву различных преступлений. Что, в принципе, можно было понять из названия, опять же, если у вас трёхзначная IQ. В общем, если хотите поднабрать мозговой массы или просто проверить свои жизненные взгляды, то просмотр рекомендую. А если вам нравятся трясущиеся камеры, то посмотрите «Хардкор» или любой ролик Влада А4. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...